Оранжевые розы. Оранжевые розы были выведены чуть больше столетия назад французским селекционерам, который пытался получить необычный цвет, скрещивая белые, красные и желтые сорта. Энтузиазм ботаников венчался успехом и с тех пор яркие апельсиновые цветы начали свое шествие по миру. Сегодня разновидностей этих роз довольно много, есть из чего выбрать. Солнечный цветок хорош как в срезке, так и при создании огненного цветника. Описание оранжевых роз. Оранжевый цвет символизирует счастье, радость, хорошее настроение. По описанию рыжие розы могут быть разных оттенков. Флористы так характеризуют эти тона, лососево-оранжевый, оранжево-алый, киноварный и другие. Окраска лепестков может быть размытой и неоднородной, что делает цветы яркими и нежными одновременно. Новичкам легче всего выращивать в саду розы флорибунда и шрабовые формы. Для флорибунды характерно непрерывное обильное цветение. Оранжевые бутоны собраны на их побегах в кисти и выглядят очень эффектно. Трудно найти для сада более декоративное украшение. Оранжевые розы шраба растут в виде большого куста с крупными цветками. Шрабовые розы прекрасно смотрятся в одиночных и смешанных посадках рядом с растениями других видов. Именно эта разновидность чаще всего пленяет тонким ароматом. Плетистые розы с их вьющимися длинными побегами создают настоящий водопад цветов и выглядят завораживающе. Их подразделяют на рамблеры с однократным, но продолжительным цветением и клаймберы с мощными побегами и крупными цветками, распускающимися до самых морозов. Розы клаймберы хороши еще и тем, что менее других подвержены болезням из-за того, что имеют хороший иммунитет. Оранжевые розы – сорта и характеристики. При посадке оранжевых роз на своем участке следует учитывать их сортовые характеристики и особенности агротехники. Эти растения только тогда будут великолепны, когда им будет обеспечен должный уход с учетом всех требований. В России оранжевые розы известны садоводам по сортам, описанным ниже. Их название говорит само за себя. Есть разные разновидности розы – оранж-беби-оренж-боби-флор. Оранжевые кустовые розы миниатюрной разновидности отличаются компактной аккуратной формой кроны. Цветки имеют диаметр 4-5 см и состоят из лепестков яркой оранжевой окраски. Высота растения не превышает 50-60 см. Его часто используют для бордюров и смешанных посадок в цветниках. Кусты устойчивы к мучнистой росе и черной пятнистости. Цветение длится с июня до заморозков. Роза-оренж-боби-флор предпочитает посадку на светлом безветренном месте и требует стандартного ухода. На зиму куст засыпает торфом на высоту 20 см. Роза-оранж-энд-лемон-оранж-эсэн-лемонс-оранж-эсэн-лемонс-сорт современной селекции с лепестками двухцветной окраски. В каждом полумахровом цветке диаметром 9 см желтый цвет преобладает над оранжевой расцветкой. На основном лимонном фоне присутствуют яркие апельсиновые полосые штрихи. Постепенно лепестки выгорают до лососевого оттенка, но все равно выглядят великолепно. Цветки собраны в кисти, которые украшают раскидистый куст на протяжении длительного времени. Окраска молодых листьев пурпурная постепенно листва зеленеет. Побеги длинные, сильные, паникающие. Растение может достигать высоты 2 метра. Предпочитает посадку на солнечных местах и валуттеней. Роза-оранж-эсэн-лимон-обратите внимание. При неблагоприятных условиях оранж-эсэн-лимон подвержен грибковым болезням. Роза-хай-еллоу-мэнджик-хай-еллоу-мэджик разотносится к двухцветным разновидностям, сочетающим в себе оранжевые и желтые оттенки. Отлично подходит для срезки, часто используется флористами для составления роскошных букетов. У основания лепестки желтого цвета, а их кончики будто подкрашены кистью художника. Диаметр цветка 9 см. Он густомахровый чешевидной формы. Куст вырастает до 80 см. Показатели колючести, зимостойкости, заболеваемости средние. Сорт относится к чайно-гибридному виду, выведен в алтайском питомнике. Важно! Разновидность считается капризной и требовательной в уходе. При соблюдении всех условий выращивания даривает длительным и обильным цветением. Роза-оранж-ювелл-оранж-джуэлл. Растение из группы миниатюрных роз с густомахровыми чешевидными цветками оранжевого цвета. Лепестки рыхло расположены, заостренные, отгибающиеся назад. Сорт обладает приятным запахом. Кусты невысокие, но раскидистые, с прочными цветоносами. Цветки не портятся от дождя. Оранж-юэлл-роза отличается длительным непрерывным цветением. Хорошо зимует без укрытия, но не обладает устойчивостью к черной пятнистости. Обратите внимание, после обрезки охотно дает молодые побеги. Роза-оранж-юри-оранж-юри растения относятся к разновидности флорибунда германской селекции. Махровые цветки диаметром 8-9 см имеют классическую форму с изящными лепестками. Их окраска оранжевая, не выгорающая со временем. Аромат ненавязчивый. Куст дает повторное обильное цветение. Высота растения 70-90 см. Сорт характеризуется устойчивостью к морозу и грибковым заболеваниям. Любит посадку на солнечном месте. Роза-оранж-джуэл-сорт относится к разновидности гранди-флора. Преимущественно используется для срезки. Куст показывает неплохую устойчивость к болезням и высокую зимостойкость. Махровые цветки имеют уникальный розово-оранжевый цвет и махровую бакалавидную форму. Растение обладает густой прямостоячей кроной. На солнце лепестки румянятся, а затем выгорают. Роза чувствительно к возвратным заморозкам на зиму нуждается в окучивании. Пору цветения куст усыпаны розочками, выглядят веселым и ярким. Роза-оранж-джуэлс-роза-оранж-сенсейшен-оранж-сенсейшен-сорт относится к группе флорибунда. Во время цветения распускает оранжевые бутоны с алым оттенком, заостренно-округлой формы. Цветки имеют чашевидную форму, бывают махровыми или полумахровыми, собраны в соцветия по 3-5 штук. Побеги прочные, усеянные многочисленными шипами. Растение подходит для одиночных и групповых посадок. Куст отличается раскидистой формой и крупным размером цветков. Требует много места для посадки. К недостаткам можно отнести позднее начало цветения. Роза-оранж-краш-оранж-краш-чайно-гибридная разновидность с классической бакаловидной формой крупных цветков выведена в Нидерландах. Отраска лепестков плавно переходит из рыжего тона в ярко-оранжевый на кончиках. Сильнорослый куст отличается крепкими побегами, вырастает до 80-100 см. Хорошо подходит для срезки. К сожалению, цветы лишены аромата. Цветение обильное. Сорт показал высокую устойчивость к болезням. Роза-оранж-краш-роза-оранж-интуишн-оранж-интуишн-сорт, относящийся к чайно-гибридной разновидности, отличается экстравагантной двойной окраской своих цветков. Находясь на клумбе, роза сразу притягивает к себе внимание. Лепестки имеют тигровую морковную алую окраску с кремовыми штрихами. Махровые цветки диаметром 9 см плавно раскрывают бутоны, позволяя насладиться своей красотой на каждой стадии цветения. Куст вырастает до 120 см. Обладает средней устойчивостью к болезням и высокой зимостойкостью. Цветет обильно и неоднократно. Роза-оранж-даун-оранж-дон-сорт относится к плетистым розам, хорошо растет на любой почве. Для посадки нужно выбрать солнечное или слегка затененное место. Высота куста 200-250 см. Махровые чашевидные цветки имеют яркий оранжевый окрас и диаметр 8-10 см. Каждый побег способен давать по три бутона, цветение длится непрерывно. Аромат слабовыраженный, подходит для высадки возле забора, строений. Растения одинаково хорошо смотрятся в одиночных и групповых посадках. Особенности агротехники. Каждый вид роз имеет свои особенности агротехники, плюсы и минусы выращивания. Вот что следует учитывать при посадке оранжевых красавиц на своем участке. Миниатюрные разновидности хороши тем, что их можно высаживать не только в открытом грунте, но и в горшках или контейнерах. Посаженные таким способом розы можно переносить с одного места на другое, каждый раз меняя дизайн участка. Их цветение обычно имеет три волны. Цветущий куст, весь усыпанный некрупными розочками, напоминает собой яркий букет. При наличии укрытия растения прекрасно зимует в открытом грунте. Эти розы подойдут для выращивания на балконе или в домашних условиях. Плетистые розы требуют использования опоры. Их часто сажают возле беседки или стены дома. Солнце необходимо этим цветам в первой половине дня. Большое значение для этих роз имеет правильная обрезка, основная цель которой – формирование красивого куста. По мере появления на ветках новых замещающих приростов, старые побеги необходимо удалять. Основная масса соцветий концентрируется на двухлетних побегах, поэтому их нельзя обрезать. Скелетные ветки направляют к горизонтальной, подвязывают. На зиму плети снимают с опоры, укладывают на землю и укрывают. Флорибунди нужны для посадки хорошо освещенные места с небольшим притенением в полуденные часы и отдаленным залеганием грунтовых вод. Первую обрезку проводят ранней весной. Во время нее радикально укорачивают тонкие и больные ветви. Летом растения формируют, осенью обрезают старые и слабые побеги. Эти розы требуют умеренного полива. Готовы растения в зимовке, ее корни засыпают торфом, а побеги укрывают нетканым материалом. При посадке чайно-гибридных роз в первый год удаляют большинство бутонов, чтобы кусты могли нарастить мощные корни. На участке цветы сажают подальше от плодовых деревьев, чтобы не было сильного затенения. Неустойчивым к заболеваниям сорта нужны профилактические обработки. После начала заморозков розы окучивают и накрывают сверху лапником. В остальном им нужен стандартный уход. Имея желание посадить у себя на участке оранжевые розы, садовод сможет без затруднений не реализовать его. Сегодня саженцы доступны для приобретения не только в притомниках, но и в интернете, что позволяет выбрать любой понравившийся сорт. Можно выбрать разновидность для срезки или ту, которая будет украшать цветник. В любом случае яркая окраска этих цветов никого не оставит равнодушным и подарит хорошее настроение. 00 в от артикле ратинг